В Волгоградской области начали производить фризеры для приготовления жареного мороженого. Автор технологии молодой изобретатель из Волжского смог на примере иностранного оборудования разработать свое более улучшенное и усовершенствованное. Сегодня подобные аппараты уже представлены в нескольких городах России в процессе заключения договоров с иностранными покупателями. Далее в нашем сюжете. Делаем из готовой смеси плоский блин, который благодаря температуре поверхности в минус 20-25 градусов застывает в считанные секунды. И делим на несколько роллов. И вот сладость практически готова. Завершающий штрих – украшение десертом. Мармеладом, печеньем, шоколадом или фруктами мороженое превращается в настоящее произведение искусства. Вот такая красота. Для такого сладкого бизнеса много навыков не нужно. Необходимо лишь приобрести оборудование, советы, обучение, консультации, контакты поставщиков – они получат бонус. Созданию такого чудо-техники предшествовала долгая скрупулезная работа автора проекта – 27-летнего Антона Евдокимова. Аппарат для приготовления мороженого он увидел на видео. Далее приобрел похожий у китайцев и понял, что его нужно сильно доработать. Там нет защиты от перепадов. У них там, если вдруг неправильно его запустил, неправильная эксплуатация, горит компрессор. Первое, что мне не понравилось – у них неровная плита. Срезать ровным шпателем с волнистой плиты практически невозможно, потому что она там была чашей. В общем, приготовление мороженое занимало 5-10 минут. Приходилось что-то думать. И я понял, что можно доработать, можно много нюансов сделать. Я не стал делать подобное, сделал свое, по-другому все переделал. Первый фрезер волгоградского производства был выпущен 8 месяцев назад. С тех пор каждое поколение дорабатывалось. Сегодня компания предлагает покупателям уже новое, восьмое издание, которое обладает более улучшенной термозащитой, быстрым стартом и высокими энергосберегающими свойствами. Процесс производства состоит из нескольких этапов. Сначала в сварочном пункте сваривается каркас. Мы на шпильке одеваем компрессор и также на шпильке одевается радиатор с вентилятором. Начинается спайка медных труб, труб с компрессора на радиатор с вентилятором. После того, как это все спаивается, то есть вот вы можете видеть уже готовый вариант, когда это все спаивается, начинается заправка фреона. Продукция этой волгоградской компании сегодня на рынке востребована. Уже продано более сотни единиц приборов в десятки городов Российской Федерации. Оборудование запатентовано и сертифицировано. Это действительно вот такой яркий пример положительной практики помощи государства в начале, в развитии именно микробизнеса. То есть предпринимателю была идея, которая посредством государственной поддержки одного из объектов, Центра инжиниринга, смог ее реализовать. Он смог получить сертифицированный документ на свое оборудование, которое ему позволило уже делать конечный продукт. Отметим, работы по поддержке молодых предпринимателей в Волгоградской области проходят системно. Для этого в регионе существуют все необходимые ресурсы и созданы центры поддержки начинающих бизнесменов. В Центре инжиниринга мы проводим отбор получателей для предоставления инжиниринговых услуг. Делая свои собственные изобретения, сработки, они очень часто нуждаются в поддержке, то, которое на рынке недостаточно много. Это проведение патентования, сертификации, а также разработки проектно-конструкторской документации. В 2017 году услугами Центров поддержки экспорта инжиниринга и предпринимательства уже воспользовались более 7 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства, что в два раза больше, чем в 2016 году. Алена Пузына, Виктор Хиврин, Вести 34.